Дорогие друзья, добрый день. Сегодня съемочная группа YouTube-канала «Шнеевс Борис» была приглашена Центральным комитетом Коммунистической партии Российской Федерации на пресс-конференцию, которую Геннадий Андреевич Зюганов проводил в телеграфном агентстве Советского Союза в здании ТАСС по адресу Тверской бульвар номер 2. То есть сегодня мы были святая святых в информационном агентстве и ТАРТАС и оттуда вели свой репортаж об этом событии, о пресс-конференции, которую лидер КПРФ давал по случаю 30-летия создания и образования Коммунистической партии Российской Федерации. Ну, возникает вопрос, почему именно представители нашего YouTube-канала позвали на эту пресс-конференцию. Но сразу же могу сказать, дело не в том, что у нас уж там потрясающее количество подписчиков или что мы сравнялись с какими-то ведущими телевизионными каналами страны. Ну, конечно, нет. Просто наш YouTube-канал регулярно и постоянно осуществляет видеозапись большинства мероприятий массовых, которые проводит КПРФ. Российской Федерации, но и отдавая должное нашему старанию, руководители КПРФ пригласили нашу съемочную группу на эту пресс-конференцию, которую проводила ТАСС. Итак, смотрите, друзья, сегодня мы находимся в здании телеграфного агентства Советского Союза на Тверском бульваре. Здесь ожидается у нас пресс-конференция Геннадия Андреевича Зюганова в связи с 30-летием существования КПРФ. А сейчас мы находимся вот в фолле телеграфного агентства Советского Союза. Вот по эрфу написано все годы существования этого широко известного всему миру агентства. Вот с 1914 по 1918 год оно называлось как Петроградское телеграфное агентство ПТА. С 1914 по 1918. С 1918 по 1925 российское телеграфное агентство РОСТА. С 1925 по 1922 год телеграфное агентство СССР ТАСС. То есть вот оно появилось, это аббревиатура ТАСС. С 1992 по 2004 информационное телеграфное агентство России и ТАРТАСС. И с 2014 по настоящее время информационное агентство России ТАСС. Ну никак нельзя уже отойти от этой аббревиатуры. ТАСС телеграфное агентство Советского Союза известна всему миру. Все самые великие новости Советского Союза. Вот мы видим и товарища Риндакова, нашего постоянного участника всех коммунистических мероприятий. А вот здесь вот мы видим технику, которая передавала самые знаменательные события России и Советского Союза. Это 1957 год запуск первого искусственного спутника Земли. 1961 год полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Ну и все другие события. Вот здесь у нас вот мы видим группу молодежи, которая тоже пришла на эту пресс-конференцию. Ну вот на этом стенде мы видим большое количество разных стендов. Где награды телеграфного агентства Советского Союза за их достижения. И вот с этой стороны тоже вот стенды техники, которая передавала самые знаменательные события, которые были в нашей стране. Ну это получается вот действительно с 1914 года и по сегодняшний, 2023 год. Информационное агентство России, ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза. Казалось бы, вот уже очень такие архаичные, казалось бы, приборы. Но вот именно они передавали все самые знаменательные события нашей Родины. И события, получается, и Гражданской войны, и Великой Отечественной войны. Послевоенные достижения нашей Родины. И штурм космоса. И дальнейшие все самые великие события нашей Родины. Святая Святых, телеграфное агентство Советского Союза, когда голосом Юрия Левитана или Дмитрия, или Балашова, не помню, как его звали, тоже этого великого диктора, звучали по радио слова. ТАСС уполномочен заявить. ТАСС уполномочен заявить. Мы находимся в телеграфном агентстве Советского Союза. Друзья, мы находимся в Святая Святых, телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. То самое здание на Тверском бульваре, откуда проистекали на протяжении долгого периода самые знаменательные новости Советского Союза и сегодняшней России. Ну и по традиции, когда у нас какое-нибудь мероприятие очень серьезное, связанное с КПРФ, то мы берем интервью у народного депутата, товарища Риндакова, Даниила Дмитриевича. Даниил Дмитриевич, несколько слов о том, что сегодня ожидается, какое мероприятие в здании ТАСС. Сегодняшняя пресс-конференция будет посвящена 30-летию народной партии КПРФ. Пресс-конференцию дает Геннадий Андреевич Зюганов, руководство партии. Наша партия у нас очень богатая и великая история, и непосредственно мы должны чтить память, знать ее историю, на чем она основывалась. И непременно мы должны передавать тот опыт и знания, которые наша партия из года в год в своей программе, народной программе продвигает и ведет на выборы. Мы должны сегодняшним днем и ближайшим концертом, послезавтра в Доме Союза подчеркнуть, что эта дата великая, мы ее помним, чтим. И молодежь особенно должна ознакомиться обязательно с деятельностью партии. И мы для этого будем делать все возможное. Вот я вижу, что сегодня у нас вот здесь целая группа молодежи. То есть хочется верить, что идея КПРФ доминирует не только над людьми старшего поколения, но и в рядах молодежи, да? Да, разумеется, комсомолок был, есть, будет. Это организация, которая всегда была помощником партии во всех делах, и молодежь, надежная опора партии по сей день. Понял, хорошо, спасибо. Мы находимся в зале, с которого будет идти сейчас пресс-конференция Геннадия Андреевича Жиганова. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать всех присутствующих в Центре информационного агентства России ТАСС. Мы также приветствуем аудиторию, которая присоединяется к нашей видеотрансляции. Итак, я приветствую всех на пресс-конференции, которая посвящена торжественному поводу, торжественной игратье, а именно десятилетия с момента образования партии КПРФ. КПРФ – это партия, с которой, наверное, невозможно сегодня представить политический ландшафт Российской Федерации. Это партия, которая доверит, которую выражают миллионы граждан. Сегодня говорим о возрождении партии, о 30-летнем пути политического наследия, а также о настоящем будущем КПРФ и планах партии на новый политический сезон. И я с удовольствием представляю президиум президента ТАСС и наших уважаемых гостей. Итак, сегодня с нами председатель Центрального комитета КПРФ, бессменный лидер фракции коммунистической партии в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич, добрый день. Ну, под аплодисментами, как и сегодня, подпишись. Я приветствую нашу первого заместителя, председателя ЦК КПРФ, Юрия Вячеславовича Ахонина. С нами также заместитель, председателя ЦК КПРФ, Дмитрий Георгиевич Новиков. Сразу представим также все написедеумы ЦК КПРФ, секретаря ЦК КПРФ, Марина Доброц. Представляю также вам секретаря ЦК КПРФ, я же секретаря ЦК КПРФ, КПРФ, Российской Федерации, Владимира Исаакова, благодаря ЦК КПРФ. Геннадий Андреевич, ну что же, вначале позвольте присоединиться, конечно, всем словам и поздравлениям, которые свечат в эти дни в адрес факте, на самом высоком уровне, позвольте, конечно, вас и партию коллег поздравить. И, конечно, передаю вам слово, 30-летний юбилей, какое политическое наследие будете продолжать, не речь, да, то, ну, какие новые планы и мысли есть по развитию партийного движения и политического будущего самой партии. Ждут любители участники нашей пресс-конференции. Я благодарю вас за поздравление и такое грустное участие в нашем юбилейном наседании. Когда ровно исполнилось 30 лет, с того дня, когда собрался случайный второй остановительный съезд, собрался, по сути дела, тайный, им помнится, мы наметили три места, потому что партия власти, в лице Ельцин и Носоктрапа пыталась сорвать и допустить проведение такого съезда. Съезд избрал руководящие органы, и я благодарю за поддержку всех, кто нам помогал провести этот исторический съезд. Мы вчера провели Всероссийское открытое партийное собрание, в котором участвовало более 10 тысяч активов. Участвовали все наши друзья по союзу Кумпартии. На просторах СССР более 100 точек было подключено всем, Украиной, Молдова и Прибаловской, Закавказе, Средней Азии. Участвовали наши друзья от Петира до Гаваны. Они солидарны, и 132 делегации и организации поздравили нас с этим праздником. Хочу отметить, что накануне была встреча с президентом, который я наставил еще на свободе и дарикул. Он культурировал, что, похоже, ее в 30-летие создали нашей партии. Хочу процедировать его акцент, чтобы не было двусмысленности. По слову, КПР обвозит ущельский вклад в наиболее приемлемых и национальных решений для развития страны и в социальной сфере экономики, сфере обороны и безопасности. Здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий. По-моему, наоборот. КПР очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающих поддержку и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективе. А сейчас, конечно, наш диалог постребован в боях и трех. Я хочу отметить, что мы действительно всегда обеспечили безопасность. И воссоздали партии, которая защищала интересы трудового народа, возрала лучшие традиции советской власти, праведливости, дружбы народа, эффективной международной политики, вопросы поддержки трудовых коллективов и наших новейших технологий. Всегда это было в центре внимания партии. Наша партия помогла за эти годы дважды сберечь страну гражданскими в 93-м и 96-м. Наша партия после дефолта, когда обвалилась вся экономика и финансы, предложила создать правительству национальных интересов народного доверия в лице Примакова, Москва и Герасима. Тогда мы совместно сточили страну от края пропасти. Наша партия, когда увидела, что Ексин снова разгоняет правительство, способное эффективно работать, объявила ему импичмент, и не хватило всего 16 голосов в Государственной Думе, тогда ДПР явно к не дали эти голоса, чтобы признать, что есть курс того, кто эпохи преступным. Сегодня все говорят о том, что 90-е лихие, по сути дела, обескровили страну. Мы с первого дня помогали президенту Путину в борьбе с терроризмом за воссоединение и сплочение страны. Мы активно поддерживали национальные проекты и создали народные предприятия, они являются самым эффективными. Мы внесли в бюджет развития и 12 доходов, которые позволяют вытащить страну из очередного кризиса. Мы считаем, что наша конструктивная позиция сегодня не только востребована, она оказалась эффективной политикой в Новороссии. С первого дня мы защищали Крым и вместе с корреконом в свое время, когда в Киадосе американцы и наступцы высадили свой десант, мы их откуда выдавили с помощью народной активности. Почти 10 тысяч человек пять дней осаждали, а американцы вынуждены были улететь тогда из Крыма. Но мы из первого дня поддерживали Новороссию, Донбасс, Луганск, требовали их признания. Если бы тогда признали и защитили, все это было меньше проблем и трудностей. Но мы абсолютно считаем обоснованно и специальная операция по борьбе с нацизмом бандеровщины и фашизмом, который мы ведем сегодня, освобождая Украину от этой коррекции. Мы считаем, что партия сегодня играет огромную роль в стабилизации всей ситуации, международных отношений. Я считаю, что сейчас мои товарищи дополнил этот экскурс. Новиков Дмитрий Георгиевич сегодня будет на заседании Думы выступает Лавровым своим отчетом. Поэтому он сейчас выступит, и мы его открусим. Пожалуйста, ответили. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые участники, мы все, я думаю, хорошо понимаем, что каждая организация нуждается в сверке часов и в своей 30-летии, которую, конечно, используют для того, чтобы и в крупном, и в детализированном масштабе оценить пройденный путь и наметить планы на будущее. Вчера мы посвятили этому с Российской партейной собрания в режиме видеоконференции с докладом Геннадия Андреевича Зюганова, с документальным фильмом «Красной линии», за что редакция канала «Отдельная благодарность», «Отдельные слова». Спасибо, должны сегодня сказать. С выступлением представителей регионов, с выступлением участников тех важнейших событий, которые, конечно, помогли возродить нашу политическую организацию. В ближайшую пятницу одно из важнейших событий и в череде мероприятий, которые мы проводим в 30-летию, приглашаем вас 17 февраля в 17 часов на торжественный вечер к колоннам Завидового Союза и даже оставим вот здесь приглашение, благодаря которому вы полностью сможете впасть в зал, где будет, я думаю, очень хорошее и творческое, и политическое, и человеческое отношение атмосфера. Когда 10 лет назад мы завершали государственную монтаж выставки под названием «Корпорет на защите трудящихся» 30-летию возрождения партии мы приходили в стадию подготовки к своему юбилею, в стадию уже проведения конкретных событий в честь 30-летней годовщины. Напомню еще раз, что вот здесь, в нашей партийной программе, это самое массовое издание, на странице 27-й, есть следующие слова, «Корпорет ведет вывода словную» под «РСДРП», «РСДРТРБ», «РКПП», «ВТРПП», «КПСС», «КПРСФСР». Поэтому речь не идет о создании новой партии 30 лет назад, речь идет о возрождении коммунистической партии, восстановлении права коммунистов на свою идеологию, на право объединяться, иметь свою организацию в действии. В этой связи для нас, конечно, особыми историческими датами в текущем году станут 125 лет первому съезду РСДРП в Минске и 122-му съезду РСДРП, где благодаря Ленину было основано победное течение коммунистическое движение большевизма. К этим датам мы, конечно, тоже готовимся. И вот, когда выставка начинала свою работу в Госдуме к 33-ю возрождение партии 6 февраля это происходило, к нам пришло много гостей, мы признательны всем, кто участвовал в третьей выставке, руководителям Единой России, НДП, справедливой России, многих людей, поседатель Государственной Думы за участие, за добрые слова, сказанные в адрес партии, в адрес геннадия Андреевича Сюганова. И вот выступает, что Володин, в частности, произнес такие слова. Когда речь идет о сегодняшнем дне, все понимают, что это время вызова. Можно с убежденностью сказать, что каждая политическая сила выбор сделала не в пользу своей партии, не в ее программе, не в ее идеологии, она сделала в первую очередь выбор в пользу граждан, в пользу своей страны. В этой связи мы должны подчеркнуть и используем сегодня эту площадку, чтобы, да, прорабатывая свою позицию, конечно, Коммунистическая партия Российской Федерации руководствует интересами граждан, интересами народных масс, но ради этого нам нет никакой нужды жертвовать своей идеологией, наоборот, идеология КПРФ. Это и есть та идеология трудового человека, с которой мы руководствуемся, а это идеология народного большинства, а значит, эта идеология, как идеология большинства, наиболее полна соответствует национальным интересам страны, интересам России. Не случайно одну из избирательных компаний мы проводили по посту по политике большинства в Росстопобед. Так что у нас нет проблем выбора, нет никакой раздвоенности между интересами страны и нашей партии. У нас нет в этом смысле конфликта интересов, которые будут выражаться при бизнесе. И это часть того успеха, секрета успеха КПРФ, о котором Геннадий Андреевич говорил на нашем торжественном собрании, всероссийском собрании в режиме видеоконференции. Да, сейчас в Государственной Думе уже выступает Сергей Викторович Лавров, должен сказать, что для КПРФ всегда был характерен такой подход. В конечном счете успехи на дипломатическом фронте определяются далеко не только талантом дипломатов, они определяются эффективностью социальной системы, экономического, экономического, политической системы. И из этого мы исходили, когда отстаивали национальные государственные интересы. Мы широко всегда понимали. Мы отстаивали это не только тогда, когда требовали импичмента Ельциной, Астап и Козырева, не только тогда, когда протестовали против баз разогретия наших российских бах в Урбусе и Камране, не только тогда, когда пресекали создание базы НАТО под Ульяновском, но только тогда, когда выдавливали НАТО с обучениями из-под Феодосии. Мы делали это и тогда, когда выступали против приватизации, тогда, когда пропагандировали против народных предприятий, когда выступали против публикодажей земли, когда выступали против втягивания страны в УТО и предлагали свой бюджет развития. И вот эта книга, она не за счет ПАК-изда, она за счет государственной дубной дизины России, как работают зюгатом, на службе народных. Здесь документы по Еврославии, по восстановлению партии, по противодействию Горбачевской юлицинизмы, документы в ПАК-изде. Это не воспоминания спустя 30 лет. Это документы за каждый год, когда партия сражалась за свое право нести правду, отставив правду. 30 лет, это, конечно, такой рубеж, когда уже появились в наших рядах эти люди, которые родились после восстановления партии, и мы с большим удовольствием в эти дни вспоминаем вклад тех, кто внес в свое время особый вклад в дело возрождения нашей организации и те, кто сегодня не полет политическое руководство. Это Иван Полозков, Валентин Куцов, Куридио, Валентин Чихин, Герман Луков, Виталий Серастиян, Сергей Решурский, многие-многие наши товарищи. Валентин Сипаевич Романов, одним словом, всех не перечесть. Есть очень много таких людей, на которых может и должно равняться новое покорение партийцев. Я представляю регион, наверное, рекордное под числом губернаторов. У нас был Криченко, губернатор Ельцинского призыва в Омской области, который себя дескредитировал довольно быстро, но в конце своего жизненного путюжи был готов в связи по ПРФ. В Беломоках, один из тех красных губернаторов, которые помогли спасти регион, вытащить из кризиса. Был Поливанов, который был полным медицинистом, он приехал после губернаторства возглавного поступного имущества, увидел, какой там ужас происходит. В итоге его увольник, который был иностранный советник. Козлов, недавний губернатор, работает сейчас одним из министров в российском правительстве. У нынешнего головы области Орлова, по-сельскошному, на мой взгляд, неплохие перспективы. Разные были люди, но я с гордостью всегда слушаю и сам называю эти фамилии Коновалов, Русских, Лычков, Локоть, конечно же, от преднедателя, чуток руководителей, нынешние наши партийные руководители больших регионов. Акассия, Яновская область, Орловская область, Танасибирск, все территории принципиально важны и для нас, и для всей России. И мы, когда называем, начиная с лидера и на наших товарищей, эффективно руководящих этими территориями, мы понимаем, что у КПР есть не только желание, не только наслучивая требование сформировать правительство народного доверия, но и есть кадры, которые позволят вывести страну на новые рубежи. А порогай тому те успехи, которые были в коротких период правительства, работа правительства Примокова-Мосулькова, но они также являются залогом эффективности нашей программы. Спасибо. Дмитрий Юрьевич, спасибо, учитывая, что вовро сейчас на трибуне вам придется выступать от нашей партии. Дмитрий Юрьевич, первый заместитель председателя Комитета по международным делам хорошо знает международный международный выезд лидер группы по постоянной связи с Кубой, выступал во всех крупных научных конференциях в Едине. Пожелаем ему успеху и мы можем поблагодарить. Благодарим. Благодарим. наши друзья и товарищи из всех партии бывших республик Советского Союза международного общественного была подключена. Мы, конечно, благодарны средствам массовой информации за тот интерес, который мы проявили в этом мероприятии. На самом деле это не просто подведение долларов, большой, очень содержательной работы нашей партии, но это и взгляд в будущее. Те задачи, которые мы должны решать вместе с страной в ближайшие годы, а эти задачи не просто в условиях, когда завтра отделил нашей страны фактически прямую войну и мы защищаем нашу страну, нашу родину от нацистской агрессии, которая ведет Запад через Украину. Если вы посмотрели вчера наши мероприятия, то увидели, что в огромном количестве залов очень хорошо и ярко сочетается опыт старшего поколения тех коммунистов, которые многое сделали для создания нашей партии в своих регионах, которые на протяжении долгих лет руководили нашими партийными организациями и которые передали опыт новому поколению, которое несет красное знание в победу. Вчера было приятно смотреть когда из города героя Ленинграда выходили наши товарищи, выступал действительно великий человек, один из создателей партии, Джим Балджетелом, соратник Натя Андреевич и великий человек. В этом году находились наши влады руководители Роман Гононенко и первая сеть Санкт-Петербургского городского комитета партии, царит Ленинградского областного комитета. Приятно было смотреть на нашу рязанскую команду во главе с первым секретарем молодым коммунистом, но уже прошедшим серьезный закал Денисом Сидорово Моряне находился Владимир Николаевич Редоткин, доктор наук, человек, восстанавливающий партию, и это как раз прекрасное существование. Владимирская область, Антон Сидорко, яркий, талантливый руководитель ряда, великие люди, Николай Виноградов, губернатор Владимирской области, Литер Павлович, который много изделал работой во Франции, возрождая партийную организацию, ну и конечно мы не можем не сказать о Алтайской партийной организации, одной из ведущих, показывающей серьезные результаты, там Виталий Александрович Сафронов, секретарь ОМО КПСС, который не предал партию, был инициатором создания Алтайской партийной организации, Михаил Михайлович Сафронов, первый секретарь, который долго водорохладил, и они вырастили новое пополнение и смену, поэтому вот это вот сочетание минерских опыта энергетики с энергетикой молодежи, таких как Марина Усакова или Анатолий Павел Зачев в Приморье или Александра Ибачев и многих других позволяет нашей партии смотреть вперед. Мы благодарны нашим товарищам в четырех регионах Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской Запорожской области за то, что они провели серьезную работу по созданию партийных организаций. Это уже за эти месяцы стали мощной партийной структурой. Мы получили регистрацию в Луганской Народной Республике, КПР, зарегистрировали в Херсонской области. В ближайшее время будем зарегистрированы в Донецкой Народной Республике Запорожских областях и принимаем активное участие в партийной жизни. Вчера выступал первый секретарь Луганского регионального отделения Игорь Гуменюк и вы видели, что вместе с ними выходили на связь наши товарищи, те, кто воевал и продолжает воевать, защищая нашу Родину. Герои, которые продолжали дело отцов и на самом деле мы должны четко понимать в это тяжелое время КПР продолжает лучшие традиции защиты Родины. Поистине КПР и наши консомольцы это сражающаяся партия, сражающаяся консомоль. Хотел бы еще раз напомнить, что сейчас более 500 наших товарищей защищают Родину на фронте. Половина из них это добровольцы. Среди них 24 секретаря региональных местных и первичных партийных организаций. Кстати, в нашем торжественном собрании принимал участие Охромкин Денис Александрович, первый секретарь Сергиево-Пасадского городского комитета партии, он является зам начальника штаба батальона, он сейчас пришел на город и попутку с фронта, принял участие и в ближайшее время опять отправился в зону привык действий. Вместе с ним 7 ноября после торжественного университета посвященного Великой Охлярской социалистической революции на фронт ушел Гришин Николай Степанович, первый секретарь Жуковского городского комитета партии, он сейчас находится на фронте, является командиром взвода и тоже защищает нашу родину. К сожалению, среди наших товарищей есть погибшие, мы всегда говорим о нашей конференции с момента проведения здесь последней конференции. Погибли еще два наших товарища, это луганский коммунист, комсомолец Иван Сергеевич Охляр, он был старшим лейтенантом и геройский погиб. Погиб коммунист из Ковропольского края, доброволец Чуил Сергей Сергеевич, мы помним об этих наших товарищах и они действительно являются великими людьми, которые продолжают дело отцов и дедов, но работа будет продолжаться. 20-го числа в канун дня Красноярной военно-морского флота наша партия отправила 105-й гуманитарный конвой, продолжается организация большой программы «Дети России, дети Номбасса», инсамерная программа «Сталу Геннадию», Андрей Югар, вместе с «Доводчиком «Конзону», вместе с Говорохина». Это дело продолжается, уже более 12 тысяч «Детишек» посетили, получили хорошую закалку, патриотическое оздоровление, пустили наиболее памятные места нашей страны. Кстати, на встрече с президентом Российской операции, на встрече, с Украиной, не о необходимости победы на нацизм, но о необходимости и ввести серьезную воспитательную составляющую, на примере того, как мы видим, что украинский нацизм коверкает души тех молодых людей, которые живут на этих территориях, и здесь наши задачи действительно совпадают. Ключевой задачей на будущее организационной составляющей является укрепление партии, удвоение рядов нашей партии. Мы эту задачу ставим и считаем, что эта задача должна быть выполнена, тем более, в следующем году у нас исполняется столетие ленинского призыва в партии, где-то 241 тысячи человек в студии реприды в компартии. Эту работу мы будем проводить, потому что это серьезное укрепление не просто структуры КПФ, это не просто серьезное укрепление широкого фронта левопатриотической силы, это в первую очередь укрепление нашей страны, потому что КПФ была всегда с тишневой партией в защите нашего родителя отставленных национальных интересов. Но мы продолжаем борьбу, продолжаем борьбу в стране за права, интересы трудящихся. Это непростая борьба, наши товарищи многие подвергают исследованию, хранению, еще пользуясь разной этой тигурой, хотел бы призвать при власти сказать руки-прочи от наших товарищей, которые подвергаются уголовному обеспечению. Мы считаем, что в ближайшее время необходимо выпустить из мест заключения наших товарищей Андрея Левченко, прекратить судебное преследование Владимира Мессонов. Вчера суд, с нашей точки зрения, вынес совершенно незаконное решение о преследовании секретаря Камчатского регионального отделения Валерия Выкова. Мы продолжим борьбу за своих товарищей. Мы, конечно, продолжим борьбу за права тарифов. В канун праздничных дней в целом ряде регионов прошли митинги, которые организовал ДПРФ по защите прав тарифов. Например, в том же Алтайском крае наших коммунистов было из Марии Брусаковой провели несколько митингов, а на них присутствовало более 500 человек на каждом в Барнауле, это в Рубцовске, в Камнино и против повышения тарифов. Тарифы частной компании для простого населения в эти тяжелые времена, когда 9 лет падают доходы населения, взлетели на 20-30%. То есть, когда страна объединяется для общей победы, некоторые олигархи и бизнесмены пытаются нажиться. КПРФ здесь стоит на защите прав и интересов трудящих. Кстати, направление борьба за интересы простого человека, работа с профсоюзами, работа с трудовыми директивами для нашей партии является очень важной, перспективной и ключевой работой в ближайшее время для того, что РФ это пролетарский партий. Борьба нашей партии продолжается, но опыт, который накоплен красными губернаторами в 90-х, в нынешних годах, опыт Калычкова, Коновалова, Лоб и Русска, опыт Каудинина, Казанкова, Сумарокова будет востребован, потому что это опыт созидания и развития нашей страны. Нам стоит обсуждать с президентом более того, я ему оставил пакет наших писем и интерес к программе. У нас всех есть визы даны поручения и правительству и союзной безопасности. К слову сказать, и тому особое внимание обратил на то, что есть преследования абсолютно незаконные наши товарищи, а в условиях когда требуется максимальная консолидация общественной победы, это на мой взгляд выгодить прокурсов. Принент дал прямое поручение генеральной прокуратуре разобраться и у Андрея Левченко, Владимира Бессонов и по тем ребятам, которых преследовали действительные мероприятия к мастерам и их регионам. Я надеюсь, что законность вас подрастает. У нас Мария Владимировна Дробов занимается проблемами семьи, женщин, детей. Она заместитель Третья комитета отходу по этим вопросам. Пожалуйста, на него. Спасибо большое, Игорь Андреевич. Те, кто работают с детьми, работают в будущем страны. И этим принципом руководствуется наша партия в своей работе. Просновавсучная пионерия год назад миновала свое сладное первое столетие и продолжает свое шествие по планете. Петербург, с педагогом, воспитателем, родителем, которые поддержали нашу инициативу по установлению детской и юнорской организации. Принедент тоже активно поддержал это. И последние годы мы день пионерии отмечаем на Красной площади. В прошлом году отметили 150 лет пионерии и приняли на Красной площади 5 тысяч пионеров. Сейчас эту тему продолжает Владимир Исаакова, у нас секретарь по делам комсомола, секретарь Центрального комитета партии. Пожалуйста. С момента своего возрождения ППР сразу обратила внимание на молодежь и в принципе опиралась на социальную платформу, но мы никогда партии не воспринимали молодежь исключительно как такой объект электоральный куда бы получили. Который исходит угрожали и заезжали. Тех, кто сегодня каждый день на передовой на линии сражается и новому пополнению, когда есть такое взаимодействие трехпоколений, когда можно добиваться самых ярких успехов. Для службы у нас многие годы возглавляет секретарь ЦК Юршенко Александр Андреевич, он и первый заместитель председателя комитета на голову по информационной политике. Уважаемые коллеги, в течение 30 лет партия если не находилась в информационном вакууме, то находилась как минимум в информационных рамках, которые в зависимости от политической ситуации либо служались, либо слегка расслаблялись. В связи с этим мы проводим регулярный мониторинг телевизионных эфиров. в сессии вопросов и ответов. Выходите, пожалуйста, у нас есть несколько крафонов на обеих сторонах зала. Но, если позволите, Геннадий Андреевич, на правом комбинаторе будет возможность задать первый вопрос. Наверняка, конечно, он, возможно, звучал в эти дни, эти были после наших внимания 30-летних и 10-летних полков в жизнь КПРФ. На Ваш взгляд, какие ключевые моменты, исторические этапы жизни партии, вы считаете ключевыми судьбоносными может быть с ними было сложным? Позвольте, впервые мне задают такую. КПРФ. Партия России возникла как протест против предательства национально-государственного интереса нашей страны и Горбачеву и Якову и Ильца. Я курировал Москву на Более Северный Кавказ, где разгорались первые войны. Был во всех горячих точках, готовил материалы, привозил их и была довольно странная реакция. Можно было остановить Карабахский контроль, Горбачев в смысле Рокова отнял Северный разорвалась трагедия в Белиси. Тогда вообще потребовали участие войск. Все, кроме генерала Родионова, который этим командовал. Генерал Родионов возражал, и он оказался крайним, которого сняли после того, как бездарно было поведено операцией. То же самое было по Прималтике. Тогда мы собрались в Советской России и договорились создать партию Российской Федерации, потому что она в состоянии была сопротивляться той предательности, откровенно циничной политики. Это был рубеж. После этого мне пришлось искать с тремя материалами. Пока не поздно в апреле 1991 года все развалилось, полыхало. Перед Днем Победы архитекту развалин было покликовано обращение ко всем коммунистам, потому что я показал к какому результату прибыл с вашей стороной. И затем в середине июля, точнее 23 июля, вышло прямое обращение к народу. Слово к народу. Этот документ подписали 12 человек. Два командующих войсками, вареников сухопутной армии, саркомангол, и громов внутренних войсками. Это было более миллиона отборных войск. Они понимали, что предательство приведет к отрушению армии большому военному конфликту. Подписали Стародубцев и Тедяков два руководителя промышленного аварийного союза. Два выдающих писателя Распутин и Бондарев, два талантливых редактора, Чикин и Фарханов, Зыкина и Великая певица. К сожалению, оказалось мало времени, месяца не хватило для того, чтобы остановить эту провокацию, которую организовали под видом ВОЧП. 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 Ставилось сломать КПСС и убрать тех, кто противился приватизации и разрушению страны. Вот это был самый отчаянный момент. Нас запретили 19-го года, в чем началось, через три дня Робачев прилетел на самолете. Первая фраза была «Социализм продал себя». Через день с Ельцином здесь запретили организацию и 43 потом депутата Верховного Союза выступили с протестом, обратились в пенсионный суд. 8 месяцев мы там защищали и надо отдать долг на это Зоркин сумел провести частное решение и мы снизу восстановили свою партию. Это были главные моменты по восстановлению. А здесь 93-й вот расстрел можно было остановить. Уже договорились все до Данилу Мастре Алексей Второй Патриарх согласился вместе с нами собраться и решить вопрос миром. Но провокаторы в том числе подкоманды Царюшников организовали то, что увидели. Потом начался расстрел атака на Станкина что закончило и могло закончиться большой гражданской войне. Но хочу поклонить сегодня поблагодарить командира Альфы и всех ребят без исключения которые тогда мужественно прикрыли своими латами и не допустили бойни вокруг Дома Совета. Они спасли во многом положении. А наша команда тогда уберегла граждан Харитонов руководил этим процессом Николай Михайлов дай Бог здоровья и сейчас корректно работает у нас Думы. То же самое случилось в 96-м году когда мы демонстрировали Беловежье и вечером я посмотрел весь экран был красный все предатели так шипели и орали что я понял что завтра может введено чудеса Дельцин подготовил три указа о разводе Думы о военном положении и арест из четырех человек пришлось в экстремном порядке принимать все веры и удалось остановить это безумие через сутки войска были ввели в Государственную Думу и пошли на съезд ну и естественно дофол был переломный момент стало ясно что это спуск не пройдет с приходом Путина ситуация резко оздоровилась но ему надо сейчас вытаскивать страну из того финансо-экономического курса куда изогнали Чубайс и Гайдары а это задача всех вместе взяться и надо обязательно держать победу над нацистами и фашистами это вопрос нашего исторического желания спасибо большое и поскольку если позволите коллеги и поскольку мы сегодня говорим не только о воспоминаниях но и о настоящем будущем партии сейчас в информационном поле многие эксперты политологи собираются обсуждают предстоящую избирательную компанию позиции партии но мне очень важно вас как от лидера партии услышать ваше мнение каковы позиции КПРФ перед началом избирательной комиссии политического социального субтитры 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 что и в четырех новых субъектах Российской Федерации проникнуть выборы депутатов законодательных собраний, муниципальные выборы, выборы региональных, областных и Крымых центров. И наша партия очень серьезно готовилась. В первую очередь, это, конечно, кадровый потенциал, который в партии набогли. Мы уже об этом говорили, что есть опытные люди, есть очень известные хозяйственники, есть прекрасная молодежь, которая прошла свидание в Крым. Но наша партия подготовки кадров, выдвижения кадров, конечно, исходит из того накопленного опыта. И все избирательные карпании важны. Мы сейчас обсуждаем наши репертуи в первичных местных организациях, потом региональных организациях, потом кадровые комиссии, в экземплярных центрах, в комитете. И людям уже в рамках срока, это июнь-июнь, начало выдвижения, выходить на те кредитаты и те списки, которые будут сформированы. Что очень серьезно настораживает, это показатель того, что власть, боицы КПРФ, то, что в целом ряды регионов пошли на ограничения избрания депутатов по партийным спискам. Уменьшается количество депутатов, избираемых по партийным спискам. Причем во многих регионах они совершенно не мотивированы, не обусловлены. Например, город Невкерен. Очень яркий, интересный город. Там очень сильная наша партийная организация. В 2021 году выступили и набрали около 25%. Сейчас пытаются сократить по партийным спискам. Ярославский опыт, такая же ситуация. Более того, вы знаете, что в большинстве национальных республик у нас выборы были только по партийным спискам, потому что нужно обязательно в федератском корпусе сочетать представители разных национальностей, разных социальных групп. Сейчас появилась инициатива Республики Калмыкия, чтобы резко сократить партийные списки и мандатные избирательные округа. КПР – главная администрационная партия, которая усиляет свое влияние. Мы видим, что власть на местах очень боится этого принципиальной подхода и принципиальная наша задача, что выборы должны быть свободными. И то, что партийная система, которая сформирована, она должна укрепляться. Некоторые на местах пытаются проводить разрушение этой партийной системы. Мы этого допустить не можем. Но, конечно, власть в том, что информационная, экономическая, административная – это не годится. Договорились, что мы проведем нееговоры в ближайшее время с руководством Единой России, с администрацией президента и выразим это в более приемлемых условиях. На мой взгляд, попытка убрать партийные списки, она абсолютно неконструктивна, но и крайне опасна. Если порезут опять бандиты, денежные мешки и административно-судебная произволка, то у вас будут уголовники. Это очевидно. Поэтому нам надо останавливать это явление на этой стадии. Я уверен, что поправим. Более того, Миронова давайте поздравим. Сергею Михайловичу 70 лет. Вчера было моим. Я надеюсь, что он еще пригласит отметить вместе. Только мы вместе с ним написали письмо президенту о том, что это ненормально. Я надеюсь, что администрация и тиреетно реагирует на это наше замечание. Потому что попытка убрать партии с политической арены, особенно в условиях, когда требуется максимальная консолидация общей победы, это подыгрывание противников еврогам. Сейчас, наоборот, надо укреплять политическую систему. Диалог, кстати, Володин это понимает и довольно эффективно проводит государственный дух. Мы обязаны это сделать. Что касается президентских выборов, это очень ответственная компания. Поэтому я полагаю его послание. Сейчас будет. Он, кстати, готовится тщательно. Мы обсуждали. Я ему оставил три материала. В России под прицелом глобализма. Там есть глава, принимая бой. Я надеюсь, и молодежь посчитает. Здесь вся история наших военных баталий, и что нам обеспечивает победу. Мы уже представляли вам, СССР, что лет только Красная Армия одержала самые выдающие победы за последние 200 лет. Мы обязаны все сделать, продолжить эти лучшие традиции. Ну и предложили программу победы, программу финансо-экономического, социального развития страны. Я надеюсь, что знакомы с этим материалом и правительствами. Советский Вестник. Здравствуйте. Геннадий Андреевич, смена поконений это всегда очень непросто. Аконин, Новиков, Тайсайл, везде сидит Мария Владимировна Доба, Владимир Павлович Исаков, Александр Андреевич Ющенко. И все они очень эффективно и успешно работают с такими старшими товарищами, как вы, Геннадий Андреевич, как Мельников, Кашин, Харитонов. В чем секрет преемственности молодежи? И как вам удалось сформировать свою сильную, эффективную команду нового молодого поколения? Спасибо. Здесь вижу много молодых, признаюсь, очень обстоятельно с проблемой приемных. И меня поразило, что в нашей тысячелетней истории самые большие все своды были, когда эта приемница нарушалась. И одна смута загорелась в результате, и вторая, и третья. И меня поразил в этом отношении Гений Ленин, который понял, что без сильной партии, без великой теории, без ясной, четкой стратегии, невозможно никого помнить. Приехал в страну, распавшись, и сумел ее собрать в щитные годы за счет того, что сказал молодежи, на вас будет сделан упор, и вы должны решить эти задачи. Молодежь должна определять судьбу в страну, но чтобы она ее определяла, она обязана учиться. Он пришел на съезд молодежи, на третий съезд, и сказал им, ребята, они приехали шашкой на голову, давай мировую революцию, он говорит, нет, нет, мы защитили советскую власть, мы с вами должны сейчас учиться. Они опять, давайте, он говорит, учиться, вы никогда не станете коммунистами, если не богатитесь знаниями богатской культуры, которую выработало человечество. И в следующее, чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и монетизмом, создал комиссию по борьбе с безграмотностью. И у супруга Надежды Константиновны Туркской занималась обучением старшим поколениям. Была проведена гениальная, великолепная работа. Полуграмотная страна стала самой читающей, самой передовой, самой умной, самой технологичной, самой образованной. Он показал пример, в том числе, молодому полнению партийцев, как надо решать сложнейшие задачи, меняя политическую таксу. Эти притащили в 91-м году эту свору американизированной публике и отдали страну в хвост, делю сэр. Взяли нам подсобного хозяйства, карьера лица, повала и нефтегазовые трубы. И никак за 30 лет не могут отказаться от этой идиотской, преступной совершенной политики. Ленин военный кабурец, тяжело, но надо было спасать рабочих людей, иначе некому в заводах работать. Про развертство тяжело, но надо было накормить тех, кто голодал, голодал, голодал. Про налог стало легче, НЭП, условия и гражданскому противопоставку применить частную и коллективную собственность. Это было гениальное решение. Только с его более характером можно было это реализовать на практике. Сумел это угодить? Сталин продолжил индустриализацию, культурную революцию, коллективизацию, новейшие технологии, лучшие техники, лучшие командиры. Кто стал героем? Вся молодежь. Кто бы Сталина решал вопрос победы в войне? Устинову 40 лет не было, Министерство обороны управляло. Косыдинову 42 года был в главном салпремьерном Российской Федерации. И Министерство обороны и Министерства обороны. Целый день сидели, беседовали и прочее. Солдали вместе. Новиков появился, Истарков, Ющенко, Дробот. Они сейчас самостоятельные люди, которые ведут огромные направления. Но еще раз подчеркиваю, молодой задор был сочетаться с опытом, с мудростью, с великой тактикой, четкой стратегией и гениальной теорией. Тогда вы сумеете побеждать. И последнее. Вчера я посмотрел на Эдина Росова в стране и сказал, запомните, в картии живут при трех условиях. Первое. Если есть у вас талантливая идея, у нас и некорректная идея, справедливость, дружбы и уважение к человеку, труда. Если у вас есть для этого кадры, способные реализовать, мы готовим, у нас полторы тысячи прошло через курсы, которые готовим, где готовим молодых. И если у вас есть материальные ресурсы. У КПСС были гениальные идеи. Было очень много ресурсов. Но когда выразил бесконтрольное руководство и придало этой идее, не спасли ни ресурсы, ни все остальное. А эти три элемента должны работать в сочетании. Вот я благодарен, что и Афонин, и Новиков, и Робот, и Исаков, и Ющенко. Это не лучшее, что было в нашей практике. И от Мельникова, и от Кажина, и от Реформа, и от Савицки, и от Соборя, и от Сталина. Учатся, но работаем в дружном месте. Здорово. Добрый день, уважаемый Геннадий Андреевич, члены президента, участники конференции, информационный портал «Верфензор». Мой вопрос будет таким. Сегодня вы уже неоднократно упоминали о том, что на днях у вас произошла встреча с президентом Российской Федерации. И хотелось бы подробнее узнать, если можно, какие темы обсуждались, затрагивалась ли тема проведения СВО, и вообще, что, по мнению президента, сейчас необходимо делать для того, чтобы приблизить успешное окончание спецоперации. Спасибо. Надо дать должное, что президент во вторых для такого диалога. Я не испытываю трудностью, я звоню президенту соединиться. Некоторые министры, если занят, то у него вновь будет тяжелый график, он всегда звонит. И на право звонок приходит уже за полность, но я поздно ложусь, у меня это вполне устраивает. Я считаю, что он откликнулся, наш призыв провести индивидуальные встречи. Уже прошли с тремя лидерами, думаю, и остальные там будут. Я к этому признаюсь, а то еще и сейчас. Я собрал фракцию, собрал Совет Мудрецов, собрал своих донестителей, обзвонил всех руководителей народных предприятий, спросил, как год закончили, какие результаты, что показало лучшее дело. Позвонил ребятам, которые сидят в окопах, командирам, которые командуют, тех, кого мы поддерживали, тех, кто возил туда конвои, кто сейчас собирает. Одновременно прослушал очень внимательно и тщательно, прочитал доклады с Довоза. Там, кстати, был заклад фирмы «Оксан», это уникальная фирма. Она распространила заклад, слушает здесь название «Выживание богатейших». Они пришли к выводу, что за последние три года раскол в мире обществе резко нарастает. Такого раскола не было со времен войны. Он пахнет новым конфликтом в кругу. И богатейшие люди предложили, в том числе президенту Америки, на 50% увеличить им налог. У нас недавно Белоусов, первый вице-премьер, собирал наших коллега. У них, я посмотрел на счетах юрлицей физических, 81 триллион рублей. 81. Он просил у них 250 миллиардов, чтобы застинуть дыр где-то. Да не обязаны были сами давно прийти, положиться и сказать, мы готовы. Мы пять раз вносили закон о прогрессивной шкале налогов. Нет, эту тему обсуждали. Для нас принципиально важно обеспечить победу с минимальными потерями, максимальной сплочередности и дать тем, кто сражается, все необходимое. Я считаю, что президент и правительство сейчас многое делают, но надо сделать выводы из предыдущих просчетов. Сердюковщина нас оставила без военной подготовки офицеров. У нас 60 военных учились у противника. Сейчас мы испытываем трудности командиров среднего длина. А кто в армии служил, я три раза служил без сержанта и грамотного лейтенанта. Валили с печенью, никакой победы. Это те, кто каждый день с солдатами и в глаза смотрит противника. Мы обсудили эту тему, мы внимательно обсудили науку. Я обращаюсь от вас непосредственно к Воробьеву. Сейчас он на каждый день выступает, готовится к выбору губернатора. Я поражен, что они решили согнать в один округ два наукограда, Пущино и Порзино, и Сердюков. В Московской области почти 30 наукоградов. Но как раз это уникальное изобретение в советской эпохе. Атомное оружие сделали 10 атомных городов. Это 5 технологических бочек. Каждый город, каждой бочкой 2 дублировали. Арзаман-16 и Челябин-40. Все эти города оказались на территории Российской Федерации, что исключительно важно. А эти решили подобрать, что такое Пущино. Это 10 крупнейших мировых биологических центров. Это особая вещь науки, особая психология, особое управление, особая организация. И вы загоняете в одну административную крышу. Мы специально в Думе закон приняли о наукоградах. Они отдельно финансировались. Все атомные города отдельно финансировались и обеспечили всем необходимым. Без этого мы никогда бы не обеспечили полетят ядер. А сейчас именно надо немедленно отменять эту глупость, которую воробьем протащил через иместную дуру. Кстати, отдать должное нашей правде. И возражала, и призывала. И детей, и Кущин, и Просвино, и встретить с ученым, и Микинг провели. И в Академию наук обратились. Но почему так медленно работает эта машина? Закон нарушается. Наука подрывается. А без великой науки мы никто в этом мире. Нас разорвута грустит. У нас была одна из лучших в мире хрониментальных наук. Мы каждые третьи мировые изобретения давали. И эту тему обсудили. Нам надо поддержать детей. Кстати, вот Юрий Вячеслав говорил, 12 тысяч детей прошли подготовку. Я обратил внимание, что, например, в школе Херсона почти все директора оказались в Бандеровце. Все оказались в Бандеровце. Они подобрались. Зарплаты большую. И в каждой школе из 5 коллектива 20 человек, 3-4 выделили нацистов, которых зарплату 60-70 тысяч, остались по 15-20. И они со 2-го класса детям прививают нацисты. Они отравили их этой меркой. Вот когда дети приезжают, мы с ними 2 недели работаем. Это великолепные дети. Вот я специально показал и президенту, вместе с Калтоном мы организовали движение. Дети, когда чили дети в Донбассе. Там у нас выступили цивилизации, талантливые люди, спортивный комплекс, рамки Стаспосителя, школа Мастерово, Вадминыха, Кремль. Они оттуда уезжают с посвященными лицами, с большой надеждой. Нам предстоит эта уникальная работа во всех четырех территориях. Мы многое, мы обсудили и народные предприятия. Я приглашаю вас еще раз всех в совхоз Евгений. Рядом вы увидите лучшие в мире школы, классные сады, суперсовременные спортивные служения, школу Мастерово. Вы увидите то, что нет ни у кого. Я сюда приглашаю еще раз и Собянина, и Воробьева, который за 10 лет не доехал до этого совхоза. Все натравляли, чтобы его захватили очередные рейдеры, очередное варьё. Отбились мы от этого варьё. Кстати, помогал опять президент в этом плане. Я надеюсь, надеюсь, что мы отправимся в однородные предприятия. Если вы не видите в каждом районе, мы будем иметь великолепную продукцию. Дешевую, высшего качества. Вы просто, я вас приглашаю в совхоз Звениковский. Мы с Харитоновым ездили, 3000 молодых людей водили отбить от бандитов. Мы справились с этой задачей. Сегодня это хозяйство, это 800 магазинов, 220 тысяч жалов звеней, 20 тысяч крупного рогатого скота, полный социальный пакет. У совхоза ленина зарплата 114 тысяч средняя. 114 тысяч. И полностью обеспечены дети бесплатным обслуживанием. И старики. Вот это и есть пример. Кстати, очень обстоятельно всё обсуждалось. Даны поручения. Надеюсь, что и правительство повернётся к этому. И будет заниматься в первую очередь. Если бы что, коллеги, я надеюсь на Ваше понимание, у нас время ограничено, поэтому давайте завершаем вопрос. Переходим в РИЦ. Так, в РИЦ. В РИЦ. Журнал «Политическое просвещение». Геннадий Андреевич, продолжение вопроса о причинах распада СССР. Вы уже сказали о проблеме несменяемости кадров в КПССР. Но накануне преступного разрушения СССР вы выступили с тремя ключевыми работами, которые обсуждаются и по сей день. Но это, прежде всего, пока не поздно. Архитект, как разваренный, слово к народу. И здесь сегодня находится во многом подавляющее большинство молодёжи, которым было бы интересно услышать именно от вас, что нужно было сделать, чтобы остановить развал Советского Союза, наверное, политическими бандитами, что ли. Это, знаете, для меня самый сложный и больной вопрос. Вот китайцы с этим справились. У них было по плечам, а и данные у нас. У них на площади Альбин в начале, в конце апреля закончили начальними. У них руководство артейлями пятиэтажа дровнуло в предалок. Три человека, во главе Данциапином, дали на себя личную ответственность. И приняли решение о подавлении этого американского ума. Провели его жёстко, предельно жёстко. Парнизон пекинский не справился, и провинции выживали. Вот я считаю, если бы у нас тогда нашлось два-три человека в руководстве, и пару командиров, которые выполнили свою притягу сохранить единую советскую страну. И волю народов пройти единственную рыску на их тренинг. Можно было вполне остановить. Вполне. Надо было не лебединое озеро играть. Надо было тем, кто тогда отвечал, в том числе и ДЧФ проводил. Я лично слышал от Горбачёва в феврале, что в чрезвычайной ситуации наступило, и надо быть к этому готовым. Когда он сказал, что он вроде в этом не участвует, я был просто поражён. Но тогда надо было не лебединое озеро играть. Надо было тем, кто отвечал за безопасность армии в целом, выйти в эфир, включить телевидение и сказать, граждане СССР, мы обращаемся к вам. Ситуация вот такая и доложить, какая ситуация. Вы нам доверили, мы решили внести в чрезвычайное положение. Но это надо было вводить на съезде. Поэтому требуем от всех регионов, чтобы завтра были все делегаты, те для СССР, депутаты Верховного Совета. И мы нам вынесем свои предложения. Как примет, какое решение примет депутаты, будет волей закон. Он уверен, Горбачёва отстранили, назначили того же Рыжкова или того. И ситуация была бы на порядок. И, уверяю вас, поддержало бы 90% граждан. Но безволие, отсутствие организованности, отсутствие опыта взаимодействия массы, отсутствие должной организации и протеста привели к тому, что реализовали, заливая американщина, то уже руководила всеми средствами информации. Я, когда прочитал план уничтожения нашей страны, который готовил Джон Кеннези после корейского кризиса, он на трех страницах. Там могла стратегия вырваться. Я был шокирован. Я полагал, что это невозможно реализовать. Первый пункт гласил, надо с помощью средств информации доказать советским доверчивым людям, что жить в одной стране тесно. Что если они разбегутся по национальным квартирам, они живут лучше. На самом деле они порвут вековые связи и будут тонуть по одиночке. Я вам цитирую дословно первый. Разорвали и тонет одиночек. Тогда можно было остановить. И второй пункт, надо все сделать, чтобы нахлестить ведущие средства массовой информации. Использовать инфляционно-пропагандистский террор против тех, кто будет сопротивляться. Идем, если человек, который уже 300 раз судили, уж мое послеслово к народу 100 залпов было выпущено. Чего только они делали, собственно. Угрожали, допрашивали. Действительно тюрьмировали, сфабриковали, собственно. Ну и третий пункт, без слома КПСС, это задача нерешаема. И разгоняли, прежде всего, КПСС не была просто партия, система управления. Все равно, что руль у машины ломать, скажут идиот. А этого руля огромного корабля. Вот можно было два-три шага идти, сделать, уверяю вас. Ситуацию бы нормализовали и вылезли. Нас подстрелили, нам взлетли. У нас 3-4 процента рот был. Мадам Тэтчер приехала после разговора Зарбачева, Фьюстон, докладывала миллиардерам, что вообще похоже, он клюнет, что они называются такими темпами, завтра нас выдадут со всеми рынками. Что и нам не ядерное оружие, нам страшен пример СССР, как могучие индустриальные державы. Мы с вами производили 20% мировой продукции, 26% мировой электроники. Каждые третьи изобретения давали. Каждый третий в мире пассажир летал на елок и сушках. Мы производили полторы тысячи летательных аппаратов на 15 заводах. Сейчас 9,9 самолетов иностранных. Мы могли все делать. Но надо было и нашли такой способ. Политические моменты. Играет, в виду решает иногда 2-3 человека. Если бы Сталин дорог, мы бы уехали из Москвы, мы бы обходим держать. Это мои личные. Уже на вокзал перейдем. Поэтому надо уметь сопротивляться. Сейчас против нас брошены самые злобные силы. Кто не понял, поймете скоро. Нам надо устоять и выдержать. Вот я вчера посмотрел, прилетел министр обороны в США. Собрались. Давайте выйти от танка. Давайте выйти от танка. Давайте все. Что такое танк «Габберс»? Это 60 тонн железа. Половину мостов не выдержит. Это 6 тонн горючего. У нас танк прорыв гораздо лучше. Перераз меньше ржет и мощнее, в принципе. Мы справимся с их танками. У меня на Орловске, Курске и Дуге, а я оттуда родом, собственно, под профорукой. 311 танкового расколотили за 48 дней. За 48 часов, извиняюсь. За 2 суток расколотили. Поэтому это не то. А Украину они используют как плацдарм. Она им не нужна. Она абсолютно им не нужна. Они просто убирают славяна и русских. Стравили с украинцами. Это один народ с одной историей. Но чтобы бороться, надо очень плотно сейчас всем поработать. Я смотрю, в гузах ни лекции не проводят. Кстати, две передачи. Соловьеву и Попову с Олей. Попов с Олей. 60 минут. Слава Богу, у нас прекрасно выступает. Хотя ходит и Новиков, и Калашников, и Ющенко. Я надеюсь. Но эту работу надо вести в каждой школе. В каждой школе. Надо понимать, что пришли за последним. К чему полезли к нам? Молодежь должна это понять. Уже назарел системный привиск в эфире в 19-м году. Уже не знали, что делать. Убийство, поражение СССР на спад позволило им загорести все ресурсы, все рынки. Одного только оружейного плутония, сколько продали американцам несчетное количество. Оттянули они этот кризис ровно 17 лет. В 2008-м году, в 2007-м, в 2007-м Путин выступал в Минкене, блестяще сказал. Ну что ж вы решили из одного центра править? Неужели у нас нет интересов? Есть язык, культура, есть наши традиции. А в 2008-м году ввалили два фонда в Америке и 200 стран провалились в эту яму. Кроме Китая еще несколько стран. И вот с тех пор мы вылезти никак не можем. Мы не можем. Процент дорожного в лучшем случае, вот, мы обязаны, это справится. Но без поворота в сторону социализма, Путин сказал, капиталин пошел в тупик. Матернов вообще сказал, что с ума сошел. А вот если с ума сошел, надевали смирительную рубашку и ездили в прессе куда подальше. Вот, чтобы вылезти, надо выходить на рельс социализации, справедливости. Вот мы специально программу подготовили и законы, и бюджет развития, и целую команду. И специально вот докладываем, что за 30 лет мы сложили партию, которую вместе с его патриотическими силами мы состояли сформировать полноценное правительство народного доверия. Вместе со всеми патриотами держать победу и вывести страну из тяжелого системного приезда. Вот на этом я бы предлагал и завершить нашу пресс-конференцию. Благодарим, 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 спасибо вам огромное за внимание, дадим за ваше внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.